На часах 11 вечера все шуметь запрещается. В Госдуму внесен обновленный и доработанный законопроект о тишине. Но не все рады открывающимся перспективам. Мнения разделились, их выслушала моя коллега Екатерина Дворникова. Катя, что нового добавилось в закон о тишине? На данный момент каждый регион самостоятельно устанавливает время запрета на шум. С принятием закона оно станет единым для всех с 11 вечера до 7 утра. Для сравнения, в Кировской области сейчас нельзя шуметь с 10 вечера до 7 утра. Также будет определено конкретное время для шумных строительных работ. С 9 утра до 7 вечера только в будни с обязательным перерывом с часу до 3. Такому нововведению могут обрадоваться жители многоквартирных домов, особенно семьи, где есть маленькие дети. Приятно думать, я так думаю, что вам все-таки законодатели как раз промониторили время сна. Подразумевается, что это же как раз тихий час для детей. И большая часть, конечно, наверное, в это время действительно спит. И если не будут шуметь, то я думаю, многие мамы скажут как минимум спасибо. Но ведь ремонтом могут заниматься не только соседи, но и действительно строительные компании проводить свои работы. Изменения могут сказаться на их работе негативно, считают эксперты. Работы могут затянуться, и специалистам не получится выполнить все вовремя. Порой им приходится работать и ночью в летнее время, а также в выходные. Представители строительных компаний считают, проблему можно решить другим путем. Я считаю, нужно учитывать конкретно каждый объект индивидуально, учитывать пожелания людей и уже как-то находиться, договориться между собой, как это все будет проходить. Но я считаю, что выходные и вот эти два часа днем забирать у людей, у рабочих, я считаю, не нужно. Причем быстрое проведение ремонта дома в интересах самих жильцов, считают эксперты. Ну и право на отдых и тишину в свои выходные люди тоже имеют. Тут получается палка о двух концах. И вообще непонятно, как контролировать выполнение вот этого закона. Новый проект предполагает, жильцы смогут сами выбирать ответственное лицо. Либо представители управляющей компании, либо собственника квартиры. А механизм контроля, как пояснили, прежний. В доме шумят в неположенное время, вы жалуетесь участковому. Участковый привлекает нарушителей спокойствия к административной ответственности. Но наказать виновных не всегда получается. Своим опытом с нами поделились кировчане, которым из-за шума в неположенное время приходилось вызывать полицию. Доказать, что да, вот соседи вот в это время, они шумели и мешали спать. С тем, что контролировать нарушения сложно, согласны и юристы. И тут вопрос-таки опять к правоохранительным органам. Зачастую мы сталкиваемся с позицией, когда ты пожаловался на соседа, который до часу ночи слушает громкую музыку, пьянствует, кричит, ты звонишь полицейскому, ты не можешь звониться. На утро тебе перезванивают, через двое суток приходят, а люди говорят, я ничего не знаю, не было такого, я был законопослушным гражданином. И все, взяли объяснение. На этом и все заканчивается. С принятием новых поправок в закон следует обратить внимание на старые проблемы. Идея, как отмечают многие, хорошая, как она будет реализована на практике, покажет будущее. Спасибо, Катя. Всем мира и тишины. А мы продолжаем.